Снова здравствуйте! Снова с вами курский детский автор Калина Васильевна Конова. Добрый день, мои дорогие друзья! И день сегодня действительно очень добрый. Не только потому, что это первый день лета, не только потому, что это начало каникул, но этот день был назван однажды Днём защиты детей. Днём, замечательный назван. И в этот день мне очень хочется пожелать вам, дорогие мои ребятки-мармеладки, чтобы вас ни в коем случае не было возможности от кого-то или от чего-то защищать вообще. Пусть ваше детство будет безумночным. Пусть никогда не приблизится к вам неприятности и болезни. Пусть всегда окружают вас только добрые, хорошие люди, верные друзья. Оставайтесь всегда нашими солнышками, нашими солнечными лучами. А мы, мы для вас тогда будем надёжными сонтиками во все времена жизни. Ну, а теперь сюрприз. Раз есть праздник, стало быть, должен быть и подарок. Правильно? И сегодня, в качестве подарка, я хочу пригласить вас в увлекательную прогулку по странице моих произведений. Готовы? Замечательно. И сейчас мы открываем дверцу в мир волшебных стихов и сказок. Так, 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 внимание. Ох, кто же это влетел к нам в гости так неожиданно и разжужжался? Осторожно, ребята, не машем ручками. Мы, наверное, призовём на помощь кого-то другого. Метёлка, где же ты? А вот она. К чоку вымела метёлка. Рассердилась страшно, пчёлка. Ты зачем меня гнала? И я ведь вежливо была. Никого не укусила, лишь нектара попросила. Вот когда придёт черёд и поспеет в сотых мёд, Твой поступок не прощу и метком не угощу. Отвечала я метёлка. Я не вредничала, пчёлка. Я борец за чёстоку. В доме я палый меток. Ты сама на пол присела. Извини, я не хотела. Пчёлки знают все прекрасно, То, что в дом гледать опасно. Так, чтоб нам с тобой не вздурить, Прилетай в цветник, в отборик. Так они порешили и, конечно, подружили. Ну вот, ребята, пчёлка наша улетела, И мы можем, наконец, последовать подборик, А через дворик по тропинке в калитку. А там... А там великолепный цветочный луг. А на лугу что-то интересное происходит. Да там настоящий салон красоты. Жук заплёл косички полевой гвоздички. Погляди, Ромашка, я теперь модняшка. Да, Ромашка говорит, до чего опрятный веет. Предложил Ромашке жук. Хочешь, хвостик завяжу? Не хочу я хвостик, это слишком просто. Что ж, могу эксперимент. Супермодный перманент. Нет, я не баранчик и не одуванчик. Сдвинул брови мастер жук. Знаешь, что тебе скажу? Для Ромашек приверит у меня причастка. Нет. Но, ребята, я думаю, они непременно помирятся. Ромашка продумает своё поведение и извинится перед шуком. У жука и там много работы. Он будет причастливаться. Остальные цветы могут. Но, ребята, отчего у нас такая мокрая трава и влажные тропинки? Что бы это могло означать? А вот что. Шёл сильный дождь. Всю ночь, без перерыва. А поутру залёг кустой туман. Срубая палкой мокрую крапиву, мы шли к реке. Я и мой друг Роман. Послеводим топали в жилише, но шлёпать было весело вдвоём. Вдруг Ромка вскрикнул. Я кого-то вижу. Давай к воде поближе подойдём. Мы притягивались. Вдруг мне на макушку вскочило что-то. Поверкал в шок. А Ромка шепчет. Это же лягушка. Она моя, ведь я её нашёл. Но понесли домой в моей панаме. Ему играть с лягушкой, мне стирать. Я помню, как тогда сказала мама, что мне лягушку следует забрать. Забрать и отнести её обратно. Её, наверное, заждались друзья. Но Ромке сразу стало всё понятно. Зачем к нему в отпор ворвалась я. И отдавать совсем не собирался. Но оступившись, опрокинул таз. И наш трофей на воле оказался. И очень быстро успыхал от нас. Бродягу мы до вечера искали. И нам друзья, конечно, помогли. Её с очком для рыбы мы поймали. И в нём назад на речку поднесли. Стояли дома, на вострившей пушки. И видели, и видели тот дождь, что вновь пошёл. И слушали, как клопкают лягушки. Им, как и нам, всем вместе хорошо. И правда, хорошо, ребята. Получилась у нас замечательная прогулка. Ну, если бы, конечно, не дождик, который вновь пошёл. И я думаю, нам следует спешить обратно, чтобы не намогнуть. Но замечательно, что нас ждёт. Трамвай? Бежим скорее. Осторожно. Двери закрываются. Все расселись по местам. Но, однако, в трамвае что-то происходит. В Белгиевской ленте выгрудил. В вагон вошла обычная старушка. Присела и взирала равнодушно на всех, кто вслед за ней взял. Уже вожатые двери закрывал. Как вдруг в вагон на первую площадку с портфелем настижь растеряв тетрадки, Мальчишка в первоклажку забежал. Она ему навстречу поднялась, чтобы помочь поднять его тетрадки. А в это время пухарь больно хватки. Её уж место заняло завалясь. Старушка обернулась, попросила. Ты встань, сынок. Мальчонка вон устала. Он так бежал, аж книжки растерял. Ему-то я и место уступила. Но грубое создание камуфляжа, Не собираясь ничего понять, зевнула. Малый может постоять. На женщину и не взглянула даже. Что было дальше, поразило всех. Мальчишка подошёл к спецу поближе. У вас какое звание, я не вижу. Глаза в глаза взглянул и проснул смех. Да вы его простите, бедолагу. Совсем седой, а всё ещё сержант. А на её груди попролёт бант. А там медаль под бантом зад палок. В вагоне воцарилась тишина. Спец встал и прошагал спеша на выход. А мальчик будто стал в два раза выше. Старушка едет дальше не одна. И всё его пытается обнять, Уговорить, чтобы присел с ней рядом. А он смотрел с восторгом на награду. Всё продолжая рядом с ней стоять. Замечательный мальчик. Я желаю вам, дорогие мои ребятки-мармеладки, Быть похожими до этого замечательного мальчика. И таким образом вы очень скоро вырастите хорошими. И вас будут все любить и уважать. А я... нет, я не прощаюсь с вами. До новых встреч, дорогие мои. Пока-пока.